Здравствуйте! Магазин Lucha.ru Сегодня у нас, если внешне посмотреть на подборку, то это такая прям... Ладно, не будем говорить. Очень-очень разные изделия, нет общей темы. Тема у нас общая сегодня такая, редкие камни. Начнем мы для тех, кто любит и увлекается камнями. Я думаю, что вы поймете, как правило, изделий с такими камнями во всех магазинах не так новые. Вот мы сегодня решили объединить такую тему. Начнем мы с вот такого колечка. У нас здесь стоит петерсид. Редкий совершенно камень, как бы не часто он встречается. Смотрите, очень симпатичная здесь расцветка. У нас идет здесь синий такие, видите, пересветы. Бежевая прошилочка небольшая. Делает их завод сереброника. На сайте вы можете найти его, так и написать, петерсид. Обращу ваше внимание, что здесь очень грамотно поставлено то, что кольцо у нас безразмерное. То есть вы можете всегда его под себя как бы настроить. Завальцован просто камень. Это делается для того, чтобы по максимуму сохранить природную красоту натурального камня. Не делать акценты на каком-то серебре, а вот просто показать красоту. И он полностью завальцован. Я еще раз безразмерное колечко. Вы можете полностью для себя его отредактировать. Я начну с колечек, потому что они не очень хорошо выставляются. Поэтому в руках их можно только держать. Еще один каменный в диоли тоже не так часто встречается. Здесь размер кольца 18. Делает это завод фит. Вы можете найти его по артикулу 10. Видите, какая шиночка у кольца. То есть полностью вот эта посадка на пальчик у вас будет. И вот 18, наверное, на 17,5 нет. А вот на 18,5, посмотрите, сел мне превосходно. Очень длинный здесь камушек. Я сейчас его померю на всякий случай. У нас получается 5 с лишним сантиметров у камня. Редкой красоты как бы камень. От перехода от болотного. Есть даже черные практически включения. До вишневого такого. Поэтому для тех, кто любит ценные минералы. Такие редко встречающиеся по расцветке. Прекрасный выбор. Еще один агатовый ажиода, покрытый титаном, в серебре, покрытым белым родем. Такое вот тоже восхитительное совершенно изделие от завода Казаков или Гемсильвер. Называется оно Затея. 19,5 размер. Вот плотненько я одела. Я думаю, что на 19 оно будет лучше смотреться. И к нему сразу идут сережки. То есть здесь можно приобрести сразу комплектом. Вот такой вот серый гамми, инопланетное создание прям напоминает такую какую-то инопланетную галактику. Вот такой интересный набор. То есть сегодня мы побежали по редким камням и интересным минералам, скажем так. Еще одна превосходная работа от завода Невский. На сайте мы можем найти по артикулу 13.124. Здесь у нас с вами натуральный авантюрин такого вот сине-голубого оттенка или гаммы. Синей-голубой гаммы, да, по голубому полю идут синие прожилки. Так, еще раз. Значит, шиночка тоже, видите. Как правило, большие кольца так и посажаются. 18,5 размер. Только мне бы хотелось его так, чтобы он с сережками гармонично смотрелся. И к нему, естественно, эти кольца мы и серьги не распариваем, продаем комплектом. Потому что изначально три камня были подобраны совсем прям одинаковые. И, естественно, эти вещи потом очень сложно с чем-то сочетать. Если не носите кольца, можно сделать кулон. Вот такой природный натуральный авантюрин. Изумительные совершенно окраски. Тоже редкие достаточно вещи от завода Невский. Дальше мы переходим к циезиту. Делает завод Циркон. Рубин в циезите, да? Да, 19 размер. Вот он замечательный натуральный камушек. Украшен в тон фианитами. 19, ну придется мерить на 18,5. Тоже достаточно, видите, длинное колечко. И вот видите, великолепные подборки камушки. То есть по тону они достаточно. Зелень здесь яркая. Рубин здесь тоже достаточно яркий, насыщенный. Немножко штифт занижен. Французский, английский замок, но с подачей французской петли. Когда большая такая швенза длинная открывается. Посмотрите, какой комплект. То есть тоже хочется наслаждаться минералом. Дальше мы смотрим клинохлор. От завода Циркон. Клинохлор, конечно, почаще встречается. Но тоже не так много его. 19 размер. В тон клинохлору капельное серебро. Здесь, ну не капельное, вернее узор из капелек серебра. И маленькие-маленькие фианиты. С тыльной стороны кольцо, видите, немножко такое. Имеет изогнутую форму. То есть по пальчику будет садиться. Ну вот на 18,5 не великовато. Но прям обнимает пальчик душевно так. И достаточно большой камень. Очень грамотно вписан. У Серег опять английский замок. Ну а-ля французская петля. Смотрите, вот такой строгий. Очень комплект, но очень эффектный. Прям хочется смотреть на него бесконечно. Не очень люблю подачу зеленых камней. Вообще как-то к ним спокойно отношусь. Но вот на этот прям... Посмотрите, как порисованы листики все. Вот такой вариант. Дальше еще одно кольцо. Здесь у нас одно кольцо от завода ФИТ. На сайте мы смотрим артикул 20. Артикул просто до 20. И это у нас флюорид. Кстати, размер почему-то не написан. Кольцо 18,5. Тоже, видите, широкая шинка. Но, естественно, кольцо с таким камнем надо удержать. Сделана здесь обычная петля. И размер еще раз 18,5. Но здесь прям тоже надо линейкой его померить. Получается, здесь минерал 4 сантиметра на 5,5. Вот такое вот огромное кольцо для тех, кто любит такие вещи. И изумительный. Сейчас я поближе покажу. Посмотрите. Расцветки камень. Медленно его прокручу, чтобы вы видели его со всех сторон. Поэтому тот, кто... Посмотрите, как прекрасно этот черный цвет. Надеюсь, что вам видно на видео. Вот как видите, здесь переходы цвета идут. Вот такие вот мерцания. Прямо как реки. Или наоборот, черная река по этому руслу. Течет очень интересное колечко. Дальше у нас идет хризакола. Так, хризакола. Так, хризакола от завода Невский. Артикул 13408. И здесь у нас 16,5. Совсем маленькое колечко. Не могу. Вот так придется мне на конец фаланги одеть. Серьги у нас здесь использован. Замок, как всегда, штифт занижен. Имейте ввиду, что у Невского толстый достаточно крючок. И получается, здесь у нас использован узор оксидирования. И камушек хризакола. Вот такие сельки. Еще одна также хризакола от завода Невский. Помимо того, что здесь ветки камень, интересная украшенная серебром, еще мы с вами видим модель. Просто к обручальному колечку подвешен шарик. Кстати, не посмотрел, какой размер. 17,5 как раз прям села шикарно. Видите, вот такая великолепная. Сейчас мы посмотрим сережки. Опять же, английский замочек. Высокая швенза, чтобы уравновесить серьгу. И вот такого цвета хризакола. Дальше у нас идет аммонит от Веги. Таких у нас сейчас два комплекта. Вот мы взяли один посмотреть. На сайте вы можете посмотреть по артикулу 434. Видите, сам аммонит у нас завальцован полностью. И его так поддерживает этот второй узор. То есть такие два колеса с тыльной стороны. Тоже такая серебряная ажурность приятная очень. И размер у нас 18,5. Аммонит это уже у нас органические ракушечки. То есть это органика. Надо быть с ней более аккуратной. Обыкновенный английский замочек. Вот такие вот сережки. Хотя, честно, если их хочется, наверное, все-таки вот так на них полюбоваться. Так будет более, мне кажется, более правильно. И более, ну, как бы они приятнее будут смотреться ближе к лицу. Вот этот вот натуральный, как бы, цвет. Тоже интересный. Более такой спокойный, конечно, комплект. Но, тем не менее, смотреть на него хочется все равно. Дальше мы смотрим садолит. Огромный совершенно, видите, кусочки садолита. Это артикул на сайте мы смотрим 1676. Ой, лазурит. Почему лазурит? Тут явно садолит. Садолит. Надо поправить. Значит, складной замочек. Так-то легко его открыть. Достаточно плотно он. Вот видите, складной замочек. То есть, вот так можем его закрыть. И вот в таком формате. Крупный, массивный такой браслет. Прекрасное украшение. И с ним же вместе колечко. Здесь, видите, если здесь белых прожилочек совсем немножко на садолите, то здесь достаточное, как бы, количество. Размер кольца 19. Ну, вот, буду мерить на 18,5. Такое вот кольцо с садолитом. Лазурит исправили на садолитом. Бывает такое. Так, и на прощанье самое, ну, не самое, но один из очень красивых изделий. Здесь у нас идет кварц-аквариум. Или они его назвали фантом. Некоторые аквариумы называют некоторый фантом. Посмотрите, какой великолепный кварц. Как будто там что-то выросло в нем. Да, вот такой вот расцветки. И обыграли его таким фантазийным узором. К нему же подобраны серьги. То есть, идеальное совершенно сочетание. Посмотрите, плавают там частицы, как вросшие преобразование камня. Это одна сережка и вторая. То есть, серьги у нас, как бы, похожи. Но, тем не менее, они все-таки разные. Самочек здесь обыкновенный английский. Приятный вариант того, что вот эта петелька вы можете себе поплотнее закрыть, если нужно. И мне хочется, конечно, посмотреть две сережки. Показать вам две сережки вместе. Видите? То есть, фон у них, как бы, общий. А камушки, ну, конечно, они отличаются. Мне кажется, они даже по размеру немножко отличаются. Вот этот более такой, по высоте большой. Этот чуть поменьше. Но изделие тоже, конечно, это штучное и уникальное. И на прощание у нас вот это колечко. Чуть мы его не оставили без внимания. Размер у нас 17-й, везувиан от гемсильвер или казаков. ИП казаков. Вставлены гранатика два по бокам. Воздушная достаточно посадка. И 17-й. Я, кстати, вот сейчас одела на 17,5. То есть, оно мне плотно-плотно село. Гранатики здесь, цветочки видны. И вот этот великолепный везувиан. Тоже очень редкий камень. Получайте от этого удовольствие. Вот я все уже поплыла, называется. Заходите в магазин за редкими украшениями. Если вы любители и ценители, я думаю, вы найдете, чем себя здесь побаловать. Всего хорошего. До встречи.